привет друзья меня зовут алекс и сегодня мы продолжаем проходить игру привет шарлотта эпизод 2 реквием по богам небесным и как и обещал мы пойдем спать суд скоро наступит сет давай хоть чуть-чуть поспим причин кот прыгает на кровать я знаю все будет порядке не волнуйся о господи господи это короче опять самый оракул пришел я слышу шелест страниц о ты проснулась мисс вайлштайр где в твоем разуме где же еще но разве не видишь это наша старая добрая библиотека разума в полной разрухе ты слишком близко фрей ты легко ухмельнулся но с места не двинулся ты приняла меня в свой разум насколько ближе мы можем стать я смеюсь с горечью фрей да почитай мне что-нибудь как насчет старого журнала памяти все сойдет славно выбери к воспоминания о желтой ленточке или воспоминания о кладбище конечно желтой ленточке нам кладбище не надо это воспоминания человеке с зонтом она коротко так что пожалуй прочитаю тебе еще что-нибудь день в которой я получила желтую ленточку это было на мой восьмой день рождения человек зонтом стоял в самом темном уголке комнаты сливаясь с тенью он вышел из нее только когда все ушли и протянул мне свою ладонь в перчатке в ней был подарок желтая ленточка я купил всю ленточку подарок на твой день рождения мы рождаемся бесцветными сказал он завязывая ее под воротником мои блузки именно люди которых мы встречаем окрашивают нас в цвета носи ее в память о нашем сотрудничестве ладно конец воспоминания как я обещал вот еще одно хоть ты уже и видела его фрагмент воспоминания о моем первом платье раньше у меня были коротко стриженные волосы и одевалась я вовсе не так как мои сверстницы когда один проснулся после процедур что провел доктор хаксли крампусом он уже не был у него появились новые хобби готовка уборка рисование в том числе и шитье особенно его заинтересовал пошив платьев и он пригласил меня примерить одно из них она прекрасно прокомментировала я от чистого сердца но не думаю что платье мне идут айден почему же спросил он с искренним любопытством вижу перед собой я прекрасную молодую леди вам стоит отрастить волосы добавил он с улыбкой станете чудесной леди когда вырастите конец воспоминания скажи какие сны ты видела до меня я видела сны о маме не всегда временами просто именно эти сны я помню лучше остальных какими же они были в одном из моих снов мы вместе шли по улице шел дождь а потом она упала на землю и я оттащила ее с тротуара я сняла пальто и накрыла ее я знала что надо что-то делать ничего не смогла предпринять без ее решения поэтому я все спрашивала мне позвать на помощь может мне позвать такси может мне позвать скорую на все она отвечала не знаю снова и снова вот мы сидели не двигаясь люди проходили мимо я прижала ее к себе было такое чувство будто под пальто и не было некоторых частей тела а я не смогла заставить себя проверить такой вот это был сон и пальцем не пошевельнула просто потому что тебе не разрешили насколько же ты зависима от других знаю как ни странно меня все устраивало будто так и должно было быть если так подумать я всегда хотела чтобы кто-то принимал решение за меня как жалко ничтожно даже тем не менее очаровательно хоть я и хотел бы еще поговорить пожалуй дам тебе отдохнуть все-таки суд уже скоро до спокойной ночи фрей фрей усмехнулся спи крепко мисс вайлштайр день 32 это что такое получили штучку делающую штучки получили штучку девушек и штучки эй вар по нём не погоди не вар по нём день рождения что ли привет беннет привет шарлотта приветик феликс привет шарлотта привет шарлотта привет шарлотта привет хаксли привет шарлотта привет беннет а его они вот плодятся плодятся и и чем больше видимо и скормлен личин котов личинкам прощай филипп прощай дэн прощай прощай прощайте все я буду скучать а что произошло то я не понял эй вар поем а я же говорил что это мы не проснулись комната улыбок проверенное место где можно утихомирить любого проказника суд исправить всех можно и нужно все будет в порядке это двери это лифт лифт не работает ну что остается только эти двери такая тяжелая музыка войти в зал сюда не хочу не хочу но надо дорогие ученики учителя добро пожаловать на ежегодный школьный суд пожалуйста достаньте свои мобильные телефоны да начнется же голосование андрей смотрит мне через плечо вся в ожидании моего выбора как мне поступить сет и обещал оси что не отдам ему свой голос но я хочу спасти его и к тому же я повещал андрей что проголосую за нее будет все-таки лучшие друзья что мне делать я даже не знаю лично я бы я бы лично бы отказался вообще от выбора на самом деле анри она нас использует принеси нам поесть пойдем там это но она нам помогала например все-таки поддерживала покормить котов сходить вместе то что они погибли то что от плохой еды она не слышать не моя вина то есть она в принципе помогала нам легко смотреть на вещи си же тоже нам помогал но он хочет покинуть этот мир и здесь достаточно сложный выбор отказаться от выбора то есть подставить анри как бы я пообещав ей проголосовать более даже не знаю даже не знаю сет что мне делать отказаться от выбора короче если что загрузимся пока я откажусь от выбора решено я не стану голосовать анри смотрит на меня в итоге ты вправду никого не выбрала это не так анри я выбрала всех я не хочу чтобы кто-то пострадал из-за моего выбора бездействие тоже действие значит ну и тупой же выбор если честно ничего другого и не ожидалось от главной полоумной школы анри ты не внимание внимание прекратить голосование сейчас мы начнем подсчет голосов подождите-ка минуту 321 и тот кто набрал нулевое количество голосов самый что ни на есть мусор общества в этом году о на деле у нас двое в этом году винсент вордсворд и и шарлотта вайлштайр возрадуйтесь же охрана проводит вас в комнату улыбок прикольно я не проголосовал но у меня голос остался могу за себя проголосовать андрей падла за нас даже не проголосовала а говоришь ему плохой друг вокруг всех лопают и кричат все это напоминает массовый психоз наконец-то дождались вы заслуживаете друг друга я смотрю на анри так тебе и надо серьезно иди умри уже ради всех анри чего тебе пожалуйста не плачь анри отворачивается от меня сердито утирая слезы своими длинными рукавами все будет хорошо так что позаботься о себе ладно я все еще слышу ее всхлипывание пока меня везут ведут в комнату и это типа концовка или что операция не займет больше пары минут не двигайтесь си наконец смотрит на меня соседнего операционного стола я вижу ужас в его глазах его трясет шарлотта да есть кое-что что я хотел сказать тебе прости я не тот кем считаешь ты меня я врал тебе все это время о кукловодах о наблюдателях о других мирах все так как обо мне говорят я ложный бог неудачник слабак трус я знаю я ничего в этом мире а не знаю и ничего в этом мире и о том что лежит за пределами его мое имя не си а винсент я я знаю кто ты винсент ты не бог неудачник ты считаю что ты считаю что ты замечательный а я хочу дотянуться до него но силы покинули мое тело веки мои неимоверно тяжелеют мне страшно библиотека разума уничтожена при здесь free я хочу положить конец всем судам я хочу спастись и от этого мира я хочу спасти анри от самой себя я знал что ты так скажешь ты все еще жаждешь стать трагической героиней ради всех не так ли мальчик что привознёс себя над всеми живыми девочка которая ненавидела себя настолько что поднимала себе самооценку за счет тебя все твои воображаемые друзья отец что бросил тебя мать что никак не вернется ты любишь их всех не так ли хоть я и был всегда с тобой в итоге ты все равно выбрала их ты сам сказал фрей ты плод моего воображения рожденный из останков оракула ты воплощение всех моих разрушительных порывов ты это я я не смогла полюбить себя фрей я не смогла полюбить нас мы такие жалкие не так ли идти сюда давай раскрасим мир твоими красками поглоти меня целиком я делаю шаг вперед когда я пробуждаюсь вокруг тихо винсент лежит на операционном столе в зале тихо нифига что с шарлоттой стало почему тут так тихо почему так тихо так тихо почему мои слова подобно эху разносятся по комнате оркестром голосов говорю не только я со мной говорить вся школа среди толпы выделяется мужчина в черной как смоль одежде он смеется ну и ну что у нас тут происходит скажи-ка ну и какое же желание ты загадала под падающей звездой его словам следует оглушающий оркестр голосов я пожелала положить конец всей боли всей боли пожелала положить конец я пожелала чтобы все стали счастливыми только и всего только и всего и всего вот как такое же безрассудное желание тем не менее она исполнилось пока существует человеческое эго люди всегда будут причинять друг другу боль единственный способ положить этому конец это обрести абсолютный контроль над каждой личностью и вуаля вот тебе и результат ты эгоистично поглотила каждое эго этого мира теперь ты осталась одна мои поздравления дорогая ты стала оракулом этого мира не может быть все еще здесь винсент анри тоже анри тоже до их тела теперь стали сосудами для тебя ты поглотила не только данные их душ но еще и запасные их копии увы они теперь исчезли из этого мира скажи человек зонтом могу ли я попросить тебя кое о чем последний раз да о чем же ты можешь убить меня я только и делаю что причиняю другим боль если исчезну этот мир станет счастливее у такого как ты ни во что не ставящего саму жизнь сделать это рука точно не дрогнет так что пожалуйста ладно я закрываю глаза так будет лучше никому из-за меня больше не будет больно вместо острой боли я чувствую тепло почему ты хорошо справилась дорогая все это время тебе не хотелось бы так быть одной не так ли я слушай внимательно есть полную твое желание обычно она не без оплаты но так уж случилось что мой наниматель к этому моменту заплатил сполна мы отправимся странствовать сквозь небеса и ты научишься контролировать свою силу тогда возможно что сможешь построить свой мир с нуля ну что отправимся созерцать звезды человек зонтом предлагает не свою руку он выглядит прямо как отец свадебной фотографии разве я этого заслуживаю такая как я разве уж не разве я уже не говорил дело не в том заслуживаешь или нет это все это всего лишь то что должно было случиться человек зонтом накрывает мне своим пальто но так что я принимаю руку человека с зонтом мы отправляемся в путешествие я отправляю отправляю все сквозь морские небесные просторы путником стану скитаться я среди корней и руин цивилизации узрею как жизнь зарождается увядает возрождается вновь может тогда я узнаю как быть добрый может тогда я узнаю как быть честный может тогда я узнаю как принять не причинять другим боль я хочу стать лучше сет спасибо за все что ты сделал для меня ты был прекрасным другом спасибо что проследовал за моей историей до конца проследил наверное давай как-нибудь еще встретимся видимо это конец белая концовка путь созерцателя звезд а могла быть плохая концовка и могла быть хорошая концовка белая концовка интересно это нейтральная концовка наверное или это хорошая белая концовка путь созерцателя звезд привет шарлотта эпизод 2 конец что ж похоже мы достигли конца этой истории что ни поделай а шарлотта вайлштайр была обречена с самого начала видишь ли друг мой грешок один за тобой поклонялся ты ложным богам скажи-ка довольны ли ты этой концовкой или все-таки желаешь увидеть другое окончание этой истории знаешь ли в моих силах исполнить твое желание можешь наказывать а можешь называть меня меркантильным но теперь-то ты уже должен знать что ничего в этом мире не делается за даром и ценой станет твое имя скажи откажешь ли ты от своей личности ради одного лишь шанса откажешься ты от своего существования когда я съем твое имя добрым и мудрым с этом ты уже не будешь потому что дитя тебя даже не вспомнит она всегда считала тебя своим другом но на деле то ты всего лишь вирус нашего мира я уж постарался представить тебя как что-то совершенно обычное хоть тебе хоть тебя и не должно было здесь быть видишь ли в этом мире нет кукловодов каждое слово что ты произнес было дано тебе ребенком ты всего лишь ее невидимый друг или подруга этого я не могу знать но если примешь помощь ты мою дитя уже не будет о тебе знать да и говорить с тобой не будет за эту цену ты сможешь спасти ее что думаешь а что это плохая концовка что ли белая но если мы откажемся соответственно будет окончательный окон окончательный конец игры ну не мне выбирать в таком случае прощай привет шарлотта эпизод 2 конец уже друзья еще решил попробовать два других выбора на при голосовании на суде теперь попробуем проголосовать например за си попробуем голос за си отдать я убираю миссии списка андрей смотрит на меня в шоке почему шарли почему ты выбрала его разве мы не пообещали друг другу мне не жаль у него никого нет чтобы отдать ему голос да как ты могла предательница я верила тебе внимание внимание прекратить голосование сейчас мы почитаем голоса одну минуту 321 и этот единственный кто ничего не добьется самый никчемный из всех человек что получил круглый ноль это шарлотта вайлштайр публика взрывается так и и надо и почему я не удивлен я смотрю на ныре так тебе и надо предательница чему ты вообще удивляешься ты отдала свой голос своему возлюбленному а теперь опешила от того что за тебе что за тебя не проголосовала что я за тебя не проголосовала посмотри как даже неудачник не захотел за тебя голосовать каково теперь тебя но почему анри почему спрашивает она ты никогда не ценила меня хоть я столько для тебя сделала никто не хочет дружить с такой двинутый на голову как ты знаешь ли я их за правду хотела быть тебе подругой но я сдаюсь анри что я не понимаю так ты не может понять чтобы не старалась это я ты знаешь не надоело подыгрывать когда же ты устанешь врать но и никогда не врала тебе я просто хотела ты вправду веришь что кукловоды пришельцы вся эта хрень существует послушай себя ты всерьез считала своего одноклассника богом вы действительно созданы для друг для друга личинкоты оракулы пифи и наблюдатели амнику бы и бог знает что каждый день ты выдумала новую ложь я так устала устала глотать одну за другой да мы всем классом пытались преподать тебе урок чтобы мы не делали ты все никак не поймешь что за урок боюсь что я не понимаю я не понимаю выброшенный портфель книги разбросанные по земле мертвые тела в саду подкидное письмо каждое действие каждый поступок каждый взгляд каждое слово каждый жест все начинало собираться в общую картину посмотрите на это счастливое лицо похоже она не может поверить свою неимоверную удачу ну ну поговоришь друзьями потом будь так добра проследуй в комнату улыбок мы все ждем твоего прекрасного перевоплощения пойдем все ждут я смотрю на анри в последний раз умри анри уже наплевать анри ты плачешь смотри на меня иди умри уже прости что из меня никакая подруга то что все так получилось моя вина пока еду в комнату улыбок все в зале смеются умри уже вайлштайр двинутая давно пора вправить те мозги я прохожу мимо си он выглядит потеряно разбито он кажется мне таким маленьким и человечным его слова едва слышны в шуме толпы я мне жаль я одаряю его широчайшей улыбкой это крада си это рада что спасу именно тебя он смотрит на меня шокированным взглядом охранники толкают меня вперед и в следующий момент си исчезает в бушующей толпе наверное это последний раз когда мы видимся думаю я знаешь ли знаешь ли ты си когда мы впервые встретились я увидел тебе в тебе себя жаль что меня тут больше не будет я бы хотела снова послушать твои рассказы и их и вправду полюбила интересно встретимся ли мы когда-нибудь снова единские работники привязывают меня к креслу становится все труднее оставаться в сознании с каждой секундой я кашляю от кашляются лишь чернила желчная меланхолия что поглощала меня все это время не страшно 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 я не хочу умирать я не хочу чтобы мое тело стало пустой оболочкой кто-то держит меня за руку это фрей ну чтож похоже это конец теперь ты станешь трупом мисс вайлштайр фрей ты ходячим мертвецом я пребываю уже долгое время лишь ты поддерживала во мне жизнь не могу я покинуть тебя и никогда не покинул и останусь с тобой до самого конца пока мы совсем не истлеем такие же мы ничтожные правда фрей горько смеется иди ко мне я не отдам вам твою душу и тело я тянусь к мертвому богу и заключая его в объятия бывший оракул тает в моих руках становясь массой органов и сломанной техники бессмысленных ненужных частей мусором разума мое дыхание останавливается мертвый бог наклоняется целую меня на прощание спокойной ночи моя принцесса наконец-то мы сможем отдохнуть пока я погружалась все глубже в забвение в памяти всплыл отрывок воспоминания чернильную принцессу не держали в бумажной темнице долго бумажная принцесса подружилась чернильной принцессой и они стали лучшими друзьями и стала чернильная принцесса счастливее всех на свое на всем белом свете вот и моя концовка для этой истории не слишком ли банально как насчет того чтобы бумажная принцесса умерла от отравления лишь только прикоснувшись она лишь только как прикоснулась она к чернильной принцессе или допустим и сушила на чернильную принцессу для производства чернил в своем крае вплоть до смерти последний так еще банальнее ну что те сразу сладенькую сказочку подавать не обязательно же к в каждой истории иметь жесткую жестокую концовку я хочу чтобы чернильная принцесса была счастлива даже если она сама чума паразит и пусть даже если она этого не заслуживает и пусть не и вина в том что она такая явилась на свет она такая какая есть вот и все где-то далеко-далеко дверь в комнату улыбок отворилась где-то далеко-далеко лежал там кусок мяса лишенной души где-то далеко-далеко ложный бог плакал над всего-то лишь одноразовым сосудом все так как должно быть я буду вечно покоится среди звезд в объятиях мертвого бога возрадуйся же сет это моя счастливая концовка серьезно черная концовка вечное забвение а почему это хорошая концовка привет шарлотта эпизод 2 конец странно почему это черный концов на что друзья и последний в принципе выбор отдать голос за анри надеюсь что твой выбор был правильным сет таким образом я выполню свое обещание си и анри и отдаю свой голос анри она шарашно смотрит на меня ты и правда проголосовала за меня мы же пообещали друг другу не так ли а и правда правда что смотри к анри анри тоже отдала за тебя голос анри выбирает мое имя из списка а внимание внимание прекратить голосование сейчас мы начнем подсчет голосов одну минуту три два один и тот единственный кто ничего не добьется самый никчемный из всех это человек получил круглый ноль голосов это винсент вордс ворд он не только не социализировался так еще и не ходил на уроки это ложь все потерял все очки потому что убежал из дома такой никчемный человек никогда не станет полезным обществу он обречен ничего не добиться а потому его данные души повреждены или я не прав по залу разносит одобрительный рев толпы что за неудачник все потому что я оставила его одного все хлопают и смеются бог неудачник бог неудачник бог неудачник похоже на массовый психоз так не должно быть анри касается моего плеча она улыбается как и все остальные так ему и надо здорово что нас не выбрали правда я не знаю как и ответить охрана начинает пробираться ближе к си я вижу человека с зонтом в толпе его желтые глаза выделяются среди прочих какой чудесный день не так ли человек зонтом твой наниматель он простите что бог этого мира он а так ты о том седовласом юноши ахахаха боже правый от смеха живот сводит честно говоря ничего менее я от тебя и не ожидал увы тот мальчик самый что ни на есть человек ни в коем роде не особенный давай же глянь на него как следует не окликаю си винсен он оборачивается услышав мой голос я гляжу на него а на меня в свою очередь чего глядит сама бездна а потом на мгновение я наконец вижу его лицо лицо маленького испуганного мальчика а он исчезает за дверями мои ноги будто сами срываются с места ты куда это я должна спасти его с ума сошла забудь этого неудачника я спасла его однажды теперь я отвечаю за его жизнь да нет же ты останешься здесь со мной не жаль анри и должна идти подожди анри хватает мне за ткань свитера я тебя так просто не отпущу никто не возвращается из комнаты улыбок ты останешься здесь где-то и должна быть со мной я высвобождаюсь из-под из ее хватки я скоро вернусь ладно новая задача спать спасти винсента вот это уже концовка более такая своеобразная интересно здесь кстати человек с зонтом пришел как в облике мальчика а в тех концовках ты бог неудачник си я считаю что ты замечательный и замечательный ты именно потому что у тебя есть недостатки потому что именно это и делает тебя человеком все мы имеем недостатки мы рождены совершать ошибки мы причиняем друг другу боль потому что мы по существу своему эгоистичны поэтому я хочу узнать тебя лучше все лежит на операционном столе с открытыми глазами винсент и так рада что ты в порядке слава богу погоди к мисс вайлштайр что-то не так что в этом сосуде нет данных нет души о чем ты фрей винсент дышит он прямо перед нами я о том что на столе лежит одна лишь груда мяса это не личность не может быть не может быть ты лжешь это не ложь мисс вайлштайр мы опоздали я чувствую как чернила подступают горлу все начинает рушиться не честно не честно это не справедливо почему все так закончилось такой бессердечный мир такой жестокий мир такой мир не заслуживает существование ты все таки мы снова оракулом стали я поглощу всех и погружу их сон чреве моем никто то никто никого не ранит и ранен не будет никто потому что перестанут они что-либо чувствовать человечество вознесется на новую ступень и станет чем-то большим а это шарлотта этого винсента в руках держит а нет других людей держит я поднялась над городами и странами и ела и ела и ела пока не отъелась сполна и ела я ела все больше пока не стало так больно что стало невыносимо дышать съела я своих одноклассников родителей воображаемых друзей и самого оракула съела я строение земли и земли мирские ела я без разбора поглощая вредную еду до бетон перемешку все пропали и тело мое постепенно разрушилась от бремени поглощение всего на моем пути и стала всепоглощающей черной дырой что уничтожило все живое осталось лишь я и никого больше и в то же время я была едина со всеми ибо стала я миром самим держа в своих объятиях одну лишь пустую оболочку от ложного бога я плакала лжец ты лжец винсент ты лжец ты сказал что увянет твоя земная оболочка и станешь ты богом снова но где бы я не искала я не могу тебя найти не оплакала и плакала и плакала пока совсем не охрипло простите меня я не смогла никого и ничто спасти прости меня анри ты защищала меня ты злилась вместо меня а я думала лишь о себе прости меня винсент все это время мне самой хотелось быть спасенной вот и я искала спасение в тебе я хотела чтобы ты стал моим героем но это уже не важно ну ну не слишком ли трагично не думаешь дорогая ты здравствуй ты все еще жив а вот это уже прозвучало несколько резко не считаешь ли ну конечно же я жив мир который ты поглотила подобен частицы в просторной вселенной тогда зачем ты здесь я пришел по собственному желанию я прижимаю тело винсента к своему тихо тихо я не затем пришел чтобы его забрать напротив я кое-что принес человек зонтом достает некий предмет это коробочка что это а что она тебе напоминает куб души тогда кубом она и станет это копия души этого юноши признаюсь ее было нелегко достать боюсь только что оригинал уничтожен а у душ есть резервные копии ну конечно же хранить резервные копии архи важно тут уж наверняка ты уж наверняка думала что могла возвращаться во времени на самом деле твой куб души загружался в новое тело каждый раз когда ты умирала никогда не подумала бы что все было так хоть ты не можешь вернуть этого мальчика к жизни с кубом души он не исчезнет из этого мира насовсем значит я все же не смогла его спасти ты все еще можешь спасти его душу если откроешь кубик высвободишь данные его души станет он созерцателем звезд да начнется период его очищения кто знает может он захочет вернуться к тебе однажды но полно лишь разговоров шарлотта вайлштайр ты поглотила энергию целого мира и оракула и сделала их частью себя теперь ты можешь преобразовать энергию внутри себя и создать жизнь с нуля когда энергия закончится все что тебе нужно кушать больше вкратце ты стала богом да еще и крупной обжорой отныне это неоспоримый факт если ты не против могу ли я спросить что же ты теперь собираешься занимать чем же ты теперь собираешься занимать свою персону я устала человек зонтом я хочу отдохнуть и это все теперь ты в силах поглощать миры я никогда этого не желала таком случае собираешься ли ты покинуть это место я останусь здесь я больше не хочу есть человек зонтом ох ну что ж существуют альтернативные версии тебя в параллельных мирах что все еще стараются изо всех сил есть и другие те о ком ты заботишься и их ты тоже бросишь нет я хочу присмотреть за ними я все еще хочу всех защитить человек зонтом ты знаешь все в этом мире ты существуешь вне времени и пространства в прошлом настоящему в будущем поможешь ли ты мне наблюдать за миром моим на время моего покоя сейчас все кажется безысходным но возможно есть шанс на лучшую концовку это предложение о работе мисс вайлштайр да я хочу нанять тебя примешь ли ты мое предложение преданность меня имеет преданность моя имеет цену дорогая взамен потеряешь ты имя свое мир забудет о твоем земном бытии и станет имя твое пустым звуком альтернативные твои воплощения никогда не узнают о тебе и имя твое сотрется из всех душевных архивов у тебя будет много имен но ни одно не сможет определить тебя ибо съем я его заплатишь ли ты такую цену да я согласна человек зонтом мгновенный ответ ты вправду себя совсем не ценишь контакт между пожирателем имен и пожирателем миров вот это да а контракт контракт между пожирателем имен и пожирателем миров вот это да думаю вскрывать мою истинную сущность смысла уже не имеет в конце концов это ведь ты придумала наблюдателей и кукловодов такие вещи как видение о том что я говорил с твоим кукловодом были не более чем галлюцинациями застав замечтавшиеся младшеклассницы я издаю небольшой смешок он звучит немного истерично я сказал что это смешное дорогая вовсе нет просто ты всегда говорил что твой наниматель заботился обо мне теперь поняв кто это был все это время я просто не сдержалась о ирония не правда ли этому мигу когда наняла ты меня суждено было случиться все это время кстати человек зонтом так и тебя звала еще с детства не правда ли ну конечно я даже привык этому прозвищу пусть оно и полно безвкусицы а настоящее имя у тебя есть у меня их много люди сами мне их создают а люди сами мне их отдают к примеру ты можешь назвать меня шарль или же чарльз тут как самой тебе угодно мужчина озорно смеется я смеюсь вместе с ним а теперь дамка я тебе ненадолго уединиться у тебя ведь еще остались незаконченные дела прежде чем ты погрузишься в сон не правда ли следующий момент без лишних слов шарль исчезает я смотрю на куб души в своих руках он хрупкий маленький и серый я улыбаюсь сама себе знаешь винсен я никогда не замечала насколько ты был хрупок ты боялся микробов людей той самой человеческой жизни вот ты решил что миру этому не принадлежишь интересно каково тебе было все это время я была так тобой очарована что закрывала глаза на все остальное как и ты сам в этом мы похожи пора тебя уже отпустить и открываю куб души его содержимое исчезает увидимся винсен я беру его тело на руки и поднимаюсь с колен все личин код феликс айден беннет флоренс хаксли и многие другие идут за мной пока я существую они не исчезнут ведь именно я создала их мы идем долгое время в краях чернила бумаги мясо и машин мыло и насекомых рядом со мной лежит бог этого мира он тоже проснется однажды доброй ночи винсен мои веки тяжелеют я знаю что сновидений больше я не увижу я не хочу больше грезить я наконец закрываю глаза не возрадуйся же сет преданный друг мой я стала богом моего мира подобно кукольному домику и теперь буду наблюдать за жителями его до скончания времен шарль съест имя моего и будет присматривать за мной в каждой существующей параллели времен мир забудет о моем существовании но не ты и это единственное что имеет значение серая концовка вечный покой богам небесным то есть была белая концовка где мы могли сделать выбор но я отказался чтобы он съел наше имя серая концовка черная концовка ну что друзья вот и закончился второй эпизод привет шарлотты я просто поражен до мозга костей это первая первая часть как ни странно второй частью оказалась моя первая часть в привет шарлотты то есть первый раз я играю вообще в эту как сказать в эту историю про шарлотту то есть надо будет нам пройти еще первую часть еще вроде как 3 есть вот я надеюсь вам также понравилось просто супер глубокий сюжет за заставляет задуматься о жизни как таковой вообще благодарю вас за внимание друзья не забывайте подписываться на канал нажимать колокольчик и вступать паблик контакте пишите свои комментарии ставьте лайки и увидимся с вами в новых прохождениях игры привет шарлотта других эпизодов других игр трансляций и не забывайте заходить на канал в раздел плейлистов там очень много роликов ждут вашего внимания всем удачи и пока